Черный квадрат, а точнее прямоугольник, на экране своего телевизора увидят те, у кого нет ни приставки, ни кабеля. Текст гласит, с 11 февраля транслирование аналогового телевидения завершено. Петр смотрит телевизор каждый день. Это для пенсионеров обычный досуг. Но только теперь ни одного центрального канала он не поймает. Придется покупать приставку. Приставка для телевизора выглядит как небольшая коробочка. Средняя ее стоимость – 1000 рублей. Людмиле она досталась бесплатно. Нам это телевидение прислали. Молодой человек был, очень хороший. Он меня установил, все здесь подключил. Ну, конечно, для старых это тяжело. Два пульта, я путалась, у меня программы все перепутались. Я вообще вызывала мастера, он мне настроил программы, а я его сняла. Вот он у меня так и лежит. Отсутствие приставки на нее никак не повлияет. К телевизору подключен кабель, поэтому каналы продолжают вещать. Как-то не хорошее, не рябить. Ничего не рябить. Нормально. Ну, мне кажется, хорошо, что пока будет нормально. Смотрели, нормально все было. У соседки Людмилы Раисы также подключен кабель. О покупке приставки она не задумывается. Только утром 11 февраля женщины пролистали каналы. На всякий случай посмотреть, как они показывают. И качество их удовлетворило. Переход на цифровое вещание практически не заметили жители многоэтажного дома. В большинстве своем у людей кабельное ТВ или новые телевизоры. Приставки стоит покупать только для старых моделей. К тому же за сами приставки можно будет получить компенсацию через портал госуслуг. Максимальная сумма составит 5000 рублей. А если ТВ-приставка не работает или возникли проблемы с подключением, то следует обратиться по телефону горячей линии 8 800 220 2002. Звонок бесплатный. Напомним, что зрители кабельных и цифровых каналов перемену эту не почувствуют. Телеканал «Город» будет вещать на той же частоте. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».